здравствуйте дорогие мои дорогие передрагите и зрители конечно моей подписчики на канале youtube сегодняшняя тема огурцы и предварительный их посев с последующей высадкой у меня в руках пачка где золотом написано что это огурцы премиум класса это просто картина маслом золотом которую потом пасть повесите на стенку помните да вот я в рамочку вставлю вот здесь всего 5 семечек скажите нафига прости господи мне такой пакет ищи я чувствую бая мне нужно точно знать что они всхожие что они дадут прекрасный урожай вот этот сорт называется таганай и предполагается что у него очень длинная плеть и его не надо пялить туда наверх в теплице да это тепличный огурец конечно или парнике хотя бы должен выращиваться он как бы в горизонтальной культуре должен расти учитывая что у него очень много каких-то там особенных узлов откуда просто будут вылезать огурцы один за одним вот я хочу попробовать но кроме того что этот огурец будет посеян и он будет определен конечно или в парник или в теплицу здесь есть еще огурцы вами любимые ну мной то точно это угличий устюк который я обожаю просто и маша мне ее так хвалили все телезрители и все мои подписчики что я рискнула и купила машу огурцы которые будут посажены просто в парник это предгорный виноград который я обожаю и он уже в начале ну наверное года три я его как минимум сею и потом высаживаю и он меня всегда очень радует и зеленые листья и никаких у него болезней он просто весь в огурцах причем до поздней поздней осени в сибири практически до конца сентября если вы укромной не снимаете значит ну и начинаем посев и что мы должны сделать для того чтобы огурцам было комфортно чтобы они были высажены вовремя но уже в стадии плодоношения вот эти пять золотых семечек таганая я естественно открою вот это вот что-то тут такое не закрытый пакет кстати сказать что не допускается гостом пакет для того чтобы старение не происходило слишком быстро это же открыть его не могу но я поступлю вообще плохо я всегда так делал когда меня уже зло берет что я высыпать не могу я отрываю так высыпаю на ладошку посмотрите предварительно они не обработаны одно семечко оно наполовину отколото и за это я отдала 95 рублей вот 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 скоро заикой стану просто я посею все конечно но я буду я сто процентов уверена что это семечко не не даст хорошего ростка раз она наполовину отколото защищающий покров сеем а как мы сеем это не вопрос значит я приготовила для посева с очень питательной почвы это не перегной это просто хорошая дерновая почва где в составе находится много органических веществ и минеральных тоже то что растет под травой когда мы ее там куда-то там деваем его так трясем вот эту почву вам нужно всегда для посева значит я укладываю семечки плашмя только плашмя посмотрите видите вот так вот и вот так вот а теперь а теперь я выдавлю на пару сантиметров как максимум все я и вдавила на почва достаточно влажная придавлю их сверху только не надо приколачивать слегка чтобы их не размыло водичкой а теперь их нужно полить из какой-нибудь ну скажем прямо из чайничка заварного но у нас есть еще 5 горшков и я позволю себе посеять еще в теплице рассчитывая расстояние для того чтобы огурцам было очень хорошо надо помнить что в принципе огурец занимает 40 сантиметров диаметром лунку и 40 глубиной у него будут корневая система из этого расчета вы понимаете что 40 лунка между ними 40 расстояния 40 лунка то есть практически почти на метр один огурец не жадничайте он же будет вот такенный куда девать то будете потом будете мучиться но прежде чем посадить эту замечательную машу я хочу прочитать великолепный супер ранний самоопыляемый гибрид с пучковым формированием плодов в узле растения мощная сильно рослое чрезвычайно урожайно значит маша все-таки поедет в парник раз она мощная и сильно рослое значит боковые у него будут огромные это хорошо но хорошо будет для парника или временного укрытия пленкой не обязательно там стандартный проник это может быть просто гряда но укрыть ее будете обязаны я их посею и отдельно они будут высажены в парник рассчитывая площадь для огурца в теплице вы должны понимать 6 метров длиной значит я здесь посажу 6 растений они не будут прикасаться друг другу растения тепличные имеют слабо развитые боковые побеги и имея 40 сантиметров лунку он все равно выйдет ветками то есть этими боковыми побегами за пределы поэтому ему понадобится хотя бы 70 80 тогда 20 сантиметров останется между растениями тогда и болезни будет гораздо меньше и они плодоносят будут лучше освещаться будут лучше питание для одного огурца и вы почему-то об этом забываете на сети так что вот один в один это что такое это что еще урожай еще у вас бывает вот никогда не поверю значит всей машу без дальнейших там всяких комментариев так маша готова и ее семечки обработаны специальным составом он не только защитный он еще и питательный поэтому ничего смывать не надо и замачивать подобные семена особенно если даже просто буква f1 стоит и эти гибриды нежелательно замачивать лучше влажная почва не забывайте поливать иначе вы защитные слои смойте а потом будете обижаться а если вы посеете замоченные семья семена еще и в холодную почву они не только там какие-то там не защищенные будут ладно бы это пол беды они еще из гниют благополучно вот это вы должны помнить все сеем в сухом виде вот такие голубенькие бывают розовые зелененькие других цветов я не видела значит вот горшочки оставшиеся раскладываем плашмя а почему плашмя да потому что мы не знаем где у него росток вверх пойдет а где корешок вниз пойдет росток вверх а корешок вниз если посадим к верх ногами будем долго ждать поэтому плашмя и тут все как бы перероза сама уже справиться ну все посадка то в общем то она простая пальчиком углубили а почва в середине горшка она уплотнена чтобы из дырок земля не вытекала все слегка засыпаем и слегка придавливаем вот здесь очень хорошая влажная почва я могу в принципе даже их не поливать если вы считаете что надо полить ну полейте вот в эту вот область влага пропитает вокруг семечка но переувлажнение в данном случае вот в этом состоянии когда только семена в землю положены переливать не надо пожалуйста вы об этом должны всегда знать и не делать по-другому я на этом закончу все всего доброго до свидания следующий тем про огурцов будут уже летом